Привет, друзья! Меня зовут Иванка, и рада видеть вас на канале Польский онлайн. Сегодня мы с вами будем пополнять наш словарный запас. Расскажу я вам о словах, которые немного являются сленгом, более неофициальные, и которые имеют такое большое значение, или иногда даже свою историю, поэтому очень важно понимать их и знать немножко эту историю, чтобы понимать, о чем говорят поляки. Мы с вами разберем наиболее актуальные слова, те, которые сейчас в обиходе, поэтому, если эта тема вам интересна, тогда обязательно продолжайте смотреть, и также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы точно увидеть следующее видео. Ну а мы начинаем! И зачнем мы от слова хайзеровать. Хайзеровать это глагол, который значит сделать сначала что-то плохое, оскорбительное, а потом пытаться себя оправдывать. Оно появилось недавно в польском языке, и появилось, ну, придумали его интернаучи, то есть люди, которые сидят в интернете, из-за истории с польским журналистом Филиппом Хайзером, который как раз делал то, что сначала сделал какой-то плохой поступок, а потом себя очень глупыми методами пытался оправдать и как будто бы обелить. Давайте посмотрим, как мы можем его использовать в реальной жизни. Допустим, кто-то говорит, То есть, что случилось, что Ян мне все-таки решил помочь с сумкой. Наверное, ему захотелось как будто бы оправдать себя за прошлые плохие поступки. КОЛЕЙНЕ СВОВО КАЩОРА КАЩОРА – это бабло. И можем поведеть, но СОРЫ, АЛЕ НЕМАМ КАЩОРЫ. То есть, СОРЫ, у меня нету баблишка, у меня нету денег. КОЛЕЙНЕ СВОВО, то есть, КИТОВАТЬ. КИТОВАТЬ – это врать, блефовать, обманывать. И мамы тут айпшикуат, но не китуя старый поважнее. То есть, я не блефую, я не вру, чувак, я серьезно. То есть, СТАРЫ – это тоже сленг, который мы переводим как ЧУВАК, ДРУГ. То есть, зачем она врет, зачем она обманывает, что она не провела выходные влюблене. И здесь мы, кстати, можем еще вспомнить выражение БЕСКИТУ. БЕСКИТУ – это значит «я серьезно», «я не шучу». ЧЕЛИ КИТОВАТЬ – это у нас глагол, А БЕСКИТУ – это выражение, которое, в принципе, они значат одно и то же. Ну, очень похоже. КИТОВАТЬ – обманывать, блефовать. БЕСКИТУ – я серьезно, я не обманываю, я не блефую. А сейчас, друзья, небольшая рекламная пауза. Я хочу напомнить, что у нас продолжается регистрация на онлайн-курс польского языка. Этот курс подойдет новичкам и тем, кто уже что-то знает, как-то понимает поляков, но все равно с тех слов, которые вы уже знаете, не получается создавать предложений и выражать своего мнения. Поэтому, если вы хотите обучаться онлайн, а полностью все обучение онлайн вы можете подстроить его абсолютно под себя, то есть обучаться в любое время, когда вам удобно, доступ ко всем материалам будет сохраняться в течение полугода. Это 30 видеоуроков со мной. К каждому видеоуроку есть конспект, есть много домашнего задания. Все это происходит на интерактивной платформе, то есть задания вы можете делать с помощью нескольких кликов. Также есть чат с преподавателем. Если возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к преподавателю. И вебинары со мной, где мы больше поговорим с вами о таких вещах, как мотивация, как страх заговорить, как изучать польский, чтобы это было приятно, как учить не только грамматику, а использовать все то большое количество материала, которое вам доступно в интернете. То есть подойдем к этому вопросу с менее формальной стороны, а посмотрим, как это работает в реальной жизни. Поэтому, если уже через 2,5 месяца вы хотите начать разговаривать на польском языке, именно это главная цель нашего курса, научить вас создавать предложения. То есть мы разберем все самые важные, самые нужные темы. Кстати, часто спрашивают, для какого уровня и на каком уровне этот интенсив. Мы собрали, не зря он называется интенсив, потому что мы собрали темы с разных уровней, но это темы, которые напрямую влияют на вашу способность разговаривать. То есть это не уровневый курс, он нацелен как раз на то, чтобы вы выучили все самое важное. Поэтому, если вам нравится, как мы преподаем материал, нравится обучаться с нами, тогда обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и увидимся с вами в курсе. Ну, а мы продолжаем. КОЛЕЙНЕ СВОВО ЛУЗ ЛУЗ – это значит, как бы, нет проблем, все хорошо, все нормально. Мы, кстати, можем еще и вспомнить слово ЛУЖНЫ. ЛУЖНЫ – это такой свободный. То есть ЛУЗ – это значит, что все хорошо, как бы, не переживай об этом. Напши, КТОЩ может поведеть же ЗАСТАНУ УЧЕБЕ НА НОЦ ДОБЖЕ, то есть я останусь у тебя с ночевкой, я останусь у тебя переночевать. И можем ему поведеть, что ЛУЗ, то есть все хорошо, все нормально, без проблем, ты можешь остаться. Также мы можем рассмотреть синонимы, можем поведеть НЕМА СПРАВЫ, то есть без проблем, это как будто бы синоним нашего ЛУЗ, мы можем их взаимно использовать. То есть СПОКО, НЕМА СПРАВЫ, ЛУЗ, очень похожи между собой, когда нам нужно с чем-то согласиться, и оно не вызывает никаких проблем. И здесь можно немножко удивиться, что же это значит. Без яй – это значит, серьезно, ты не шутишь. И здесь мы можем, кстати, вспомнить выражение РОБИЧ СОБЕ ЯЯ. РОБИЧ СОБЕ ЯЯ – это значит, шутить над чем-то, а без яй – это когда мы говорим, ну ты серьезно, ты действительно это сделал, так действительно есть. Давайте посмотрим, какой у нас есть пример. На ПШИКОТ КТОЧМУВИЖЕ, МОЯ СЁСТРА ВЫГРАЛА МИЛЛИОН В МИЛЛИОНЕРАХ. И, очевидно же, это у нас ждиви, то есть заскакуемцы, и запятаны без яй, то есть действительно, ты не шутишь, это реально так. więc без яй – это мы спрашиваем действительно без шуток, а РОБИЧ СОБЕ ЯЯ – это шутить, я бы даже сказала и перевела это как издеваться над кем-то, то есть РОБИЧ СОБЕ ЯЯ – это такие плохие, немножко злые даже шутки. И здесь у нас есть два значения, они на самом деле немножко похожи между собой. Первое – это человек, который пьет, то есть это алкоголик, которому важнее всего выпить что-то. Второе значение – это человек, очень часто бездомных так называют, который плохо пахнет, который за собой не ухаживает. И поляки действительно очень часто используют это слово. МАМЫ ТУТАЙ ПШИКЛАД, ЖЕДЩЕЙ ДО АВТОБУСУ ВСЕДУ МЕНЕЛ, ДЛАТЕГО ВЫШЕДУЕМ НА ПШИСТАНЕК ВЧЕСНЕЙ НИЖ ЗВЫКЛЕ. То есть сегодня в автобус зашел вот этот вот плохо пахнущий человек, поэтому я вышел на остановку раньше, чем обычно. ВЕНЦ, запамятайте, МЕНЕЛ – это либо алкоголик, такой бездомный человек, либо человек такой плохо пахнущий, очень неухоженный. И оно появилось тоже год назад в польском языке. Появилось это слово от имени политика, которого зовут Яцек Сащин. Что же случилось? Год назад в Польше был период выборов. И из-за того, что корона, они не знали, как им эти выборы проводить, чтобы люди массово не приходили на участки, они решили сделать выборы корреспонденцины. И вот этот Яцек Сащин, ну, он ответственный за то, что на эти выборы потратили щедом джейшант миллиону взлотых, то есть 70 миллионов взлотых, и эти выборы так и не случились. То есть он просто потратил 70 миллионов взлотых куда-то в пустоту. И именно от его фамилии произошло слово Сащинич, которое значит делать что-то без результата, что-то, блин, тут мне хочется материться, но на самом деле как будто бы облажаться в чем-то, потратить на это много ресурса, и ничего из этого не получится. То есть я опять облажался на какой-то самостоятельной контрольной работе. И если мы говорим о языку поточном, то есть о разговорном языке, это значит иметь смысл, чтобы делать, то есть мне это выгодно делать или невыгодно делать. Забачь, мы якимаме пшикладе. Не вем, чи опуацам ищет упрацовачь. То есть я не знаю, мне выгодно, мне вообще стоит здесь работать или нет. Албо инне пшиклад провязавши тоща опуацца. То есть практически всегда это приносит какой-то результат, это практически всегда выгодно. Следующее слово страшнее и страшнее это слово, которое мы можем перевести как очень-очень сильно, оно позволяет нам усилить эффект чего-то. Синонимами слово будет слово Барзо, точнее синонимом слово будет слово Барзо. На пшиклад страшнее ми се подобало, кеде он грај на гитаре. То есть мне ужасно нравилось, когда он играл на гитаре. Албо можемо поведзиць слухай, страшнее се спеши, мам поважны проблем. То есть извини, я ужасно спешу, у меня очень серьезная проблема. И остатне можемо поведзиць, что было страшне зимно, то есть было ужасно, очень сильно холодно. Идеме далее. И браво ты, оно звучит для нас так очень нетипично, это как будто бы браво ты, ну совершенно слова не клеятся между собой, но в польском языке это означает как бы ты молодец, ты справился. Также мы можем сказать с сарказмом браво ты, то есть когда кто-то наоборот облажался, и мы скажем но браво ты, молодец, прям постарался. Какие могут быть примеры? Тутай можемо поведзиць попросту, здесь в хорошем значении, то есть ты молодец, ты просто замечательный, ты очень хорошо справился с этим. Спадай стонт, это не означает как бы падай буквально отсюда, это означает вали отсюда. То есть спадай, но как бы оно имеет такой негативный контекст, когда мы кому-то говорим спадай стонт, то есть это значит прям вали, оно грубое, но мы можем сказать окей, то спадом, и если вы о себе говорите я спадом, это совершенно нормально, это означает как бы все, я ухожу, там увидимся, но опять-таки это все достаточно, ну очень сильная, я бы даже сказала, неформальная форма выражения, то есть спадом мы можем сказать только в кругу близких людей, ну а если мы уже вообще говорим спадай стонт, это грубость, и тут нас точно кто-то бесит, это не формальный язык, когда мы говорим спадай стонт. КОЛЕЙНЫЙ ЧАСОВНИК ЕСТО ВЫМИГАТЬСЯ, ВЫМИГАТЬСЯ это значит избежать какой-то ситуации, выкрутиться из какой-то ситуации, И мамы ПШИКУАТ, О НЕ, ТЕРАС ЮЖМИЩЕ ПАН НЕ ВЫМИГА, то есть нетушки, сейчас вы уж от меня не уйдете, сейчас вы уже не выкрутитесь из-за этой ситуации. ДАЛЕЙ МАМЫ ЖЕЧОВНИК, ЖЕЧОВНИК это существительное, ЦВАНЯК, ЦВАНЯК это такой хитрец, такой вот очень хитрый человек, то есть этот политик, это вот такой вот хитрец, ну, оно имеет на самом деле очень такое негативное значение, негативный какой-то контекст. АЛБО МОЖЕК ТОЩПОВЕДЖЕЧНОТ СВАНЯК СЧЕБЯ, то есть ты еще тот хитрец. Немного оно такое, так смешно звучит, но джиджюш это грудной ребенок, то есть это ребенок от момента, пока он родился, до момента, когда он начинает ходить, когда он начинает разговаривать, то есть именно такой вот маленький ребенок, которого везде только носят на руках. И тут АЛБО МОЖЕК ТОЩПОВЕДЖЕК, УРОДИЩЕ НАШ, ДЖИДЖЮШ, ТО ОПЕКУЮЩЕ НЕМ БАРДЗО ДОБЖЕ, то есть когда родится наш младенец, когда родится наш ребеночек, то заботься о нем очень хорошо, ведь джиджюш это маленький грудной ребенок. И ОСТАТНИЕ НА ДЮЩЕЙ СВОВО ЕСТО МЕЛЛАНЖ, МЕЛЛАНЖ, это такая вечеринка, где есть много алкоголя, очень такая громкая вечеринка, и мамы тутай пшекут, точно запыта, а поменташ тего пьяного фацета на МЕЛАНЖУ УАНДЖЕЯ, то есть ты помнишь этого пьяного парня на вечеринке УАНДРЕЯ, чили меланж, у нас как бы есть такое официальное более слово импреза, а меланж это у нас как будто бы сленг, неофициальный язык, очень такая громкая большая вечеринка. И на джи-шай-то теле, на сегодня это все, помните, друзья, что у вас есть конспект к этому видеоролику, где собраны все эти слова с примерами, которые мы сегодня с вами разбирали, если вам понравилось такое видео, вы хотите больше разговорного польского, обязательно дайте нам об этом знать в комментариях и поставьте лайк. Я благодарна, что вы досмотрели видео до конца, жите вам джи-шай милого дня и споткам еще юж в колейным фильме. Часть!